Шалом! Вы смотрите новости на первом еврейском «Главное за 7 минут» в студии Любовь Горчакова. И сейчас коротко о главном. Стереотипы, которые повлияли на самосознание еврейского народа и традиции еврейской профессии в России, состоялась Ночь музеев. Найти себя через музыку вышел клип на песню Бернарда Осипова и Ефрема Амирамова «Худо Кумек». Праздник, скандалы и немного музыки. Израиль прощается с конкурсом Евровидения. В ежегодной акции «Ночь музеев» приняли участие несколько сот московских музеев и арт-пространств. Большой интерес у публики вызвали еврейский быт и культура. Еврейские музеи и синагоги посетили больше 6 тысяч человек. Они узнали о истории еврейского театра и о том, откуда появились шестиконечная звезда, семисвечник и другие еврейские символы. В ночь с 18 на 19 мая были открыты синагоги Калуги, Ярославля, Костромы и других городов России. В преддверии Лагба-Омер пожарная охрана опубликовала предупреждение насчет традиционных костров в день праздника. В этом году ожидается жаркая и очень сухая погода. Правила рекомендаций прежние. Рядом с детьми обязательно должен находиться взрослый. Огонь следует разводить в открытом месте, вдали от кустов и проводов. И заготовить материалы для экстренного тушения заранее, например, воду и песок. В прошлом году из-за попыток разжечь костер жидкостью для розжига серьезно пострадали девушка и ребенок. Белый дом объявил 19 мая о начале реализации первого этапа сделки века – плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он стартует с международной конференции, которая пройдет в Бахрейне 25-26 июня на уровне министров финансов и руководителей глобальных корпораций. Главная цель – привлечь инвестиции в палестинскую экономику. Это, как ожидается, укрепит финансовую систему региона. Итоги первой части сделки будут опубликованы к 25 июня. Результаты конкурса Евровидения, возможно, будут аннулированы из-за того, что песня «Победительница» уже исполнялась ранее в 2017 году. Парелом на конкурсе должны быть только премьеры. А пока проигравший плачет, а победитель празднует победу. Как это было? Репортаж Татьяны Ларцовой. На неделю столица Израиля превратилась в многонациональную страну. Поддержать своих любимых исполнителей на Евровидении приехали тысячи людей. Для них построили целую деревню на берегу Средиземного моря. С утра до вечера – фестивали, конкурсы, вечеринки и, конечно, местная кухня. Рестораторам было поставлено условие – цена блюда не больше 10 долларов. Все изменилось. Я впервые был на Евровидении в 1978 году. Сейчас 2019-й. Я весь в освещении от того, как все это происходит. В 1978 году Евровидение было очень серьезным и ответственным мероприятием. Это был флагом страны. Была огромная ответственность. Но сейчас это праздник. Больше свободы. Намного более высокий уровень со всех профессиональных сторон. Такого праздника израильтяне ждали 20 лет. В 2018 году непосредственно и харизматичное. Нета Бразилай с песней той принесла своей стране победу. В этом году закрепить ее успех пробует израильский Фредди Меркьюри. Коби Марини с песней «Хон». Есть такой шквал эмоций. Это действительно сложился и получился праздник. Кстати, перезнакомились с кучей иностранцев, которые так же радуются. Их уже не отличишь от наших. Они перемешались. Так и фалафель кушают. И кошерную пищу употребляют. Поддержали израильского певца Коби Марини и в российской столице. Культурный центр «Натив» устроил грандиозную вечеринку. Сотни гостей, танцы и трансляция главного музыкального конкурса мира. В прямом эфире. Мы болеем за Коби Марини и желаем ему огромного успеха. Сегодня у нас вечер. Как будто бы мы в Тель-Авиве, в Израиле. Все вместе. Очень приятно сегодня здесь находиться. Тут действительно чувствуется дух Евровидения. Очень приятно. Я прям наслажаюсь. Следующее Евровидение пройдет в Нидерландах. Подверят Дункану Лоуренсу. Сергей Лазарев на стабильном третьем месте. Как и три года назад. Коби Марини на 23-й строчке. Возможно, для страны это вовсе и не минус. Ведь за грандиозным праздником стоит немалый бюджет. И даже такая страна, как Израиль, вряд ли сможет позволить себе принимать Евровидение два года подряд. Мир сам Всевышний песней одарил. Еврем Амирамов и Бернард Осипов выпустили новую песню «Худоку Мэг». О съемках клипа, вдохновении и святом творчестве узнаете в следующем сюжете. Они называют себя свободными художниками, вдохновляются культурой горско-еврейского народа и пишут песни о боков, Москве, Израиле, родных и близких людях и о любви. Оба хотят быть честными со своими слушателями, поэтому поют о том, что действительно чувствуют. Вдохновения нет черновиков. Когда порыв души корректирует разум, это и есть фальш. Поэтому самое честное, что делает человек, это то, что он делает от души. А когда он начинает думать, я же умный, я сейчас как напишу, вот и фальш проявляется. Забыться бы и уйти, непобежденным жизнью в бесконечность, растаять и пропасть в бессмертном времени, где прошлое в пути. Ефрем Амирамов, автор песен «Молодая», «Я твой», «Год два» и «Молодость пройдет» и «Осень». Бернард Осипов известен своими произведениями «Посвящение маме», «Мой родной Баку» и «Британский аристократ». Он никогда не ставит свои песни в строгие границы жанра. Я даже сам не понимаю, как их можно охарактеризовать в плане стилистики. Поэтому, я не знаю, для кого-то это может быть эстрада, для кого-то шансон, для кого-то хард-рок или что-то еще, или фьюжн, или фанк. Поэтому, я думаю, что не мне об этом судить. Недавно вышел клип на их совместную песню «Худо Кумэк», где они поют о Всевышнем, единстве человека и религии. Нет у пути еврея берегом, Всевышний нас хранит из века в век. О, мой рассвет, к молитве я готов. Молитву исполнил Йонатан Аминов. В клипе использованы кадры хроники. Основную его часть сняли в Московской хоральной синагоге. Авторы хотели написать песню, которая вдохновит слушателя и направит его на познание самого таинственного человека на Земле – себя самого. И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова